В точности последовать Господу Книга Иисуса Навина, 14 глава, с 1 по 15 стих Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Хананской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, девяти коленом и половине колена Монасеина. Ибо двум коленам и половине колена Монасеина Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними. Ибо от сынов Иосифовых произошли два колена Монасеина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями их для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Голгал к Иисусу и сказал ему Халев, сын Иефонин, кенезианин, «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадис-Варне. Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадис-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему». Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже сорок пять лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, «И Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне восемьдесят пять лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, и выходить, и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь тот день, «Ибо ты слышал тот день, что там живут сыны Инаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал по велению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириаф Арбы, как назывался между сынами Инака, один человек великий. И земля успокоилась от войны. Размышления, часть первая. Ключ к верности. Книга Иисуса Навина, 14 глава, с 1 по 9 стих. Каков ключ к верности? Преданное сердце. Как показал всей своей жизнью верный Халев, тех, кто следует за Господом от всего сердца, ждет награды. Грех обманчив и всегда поджидает у дверей. Бытие 4,7. Впасть в грех гораздо проще, когда мы отвлекаемся от Божьей цели. Быть преданным всем сердцем, значит следовать за Богом. Даже когда все вокруг отказываются это делать, мы либо на 100% с ним, либо на 100% без него. Усвоите урок Халева. Посвятите все, что у вас есть, исполнению Божьих целей. Не обращайте внимания на пессимистов, на боязливых, на тех, кто вечно против. Будьте верны до конца. В каких областях жизни вам не хватает безраздельной преданности Господу всем сердцем? Молитесь, чтобы Бог освободил вас от страха, чтобы вы уповали на Него и следовали за Ним всем своим существом. Размышления, часть 2. Истинная посвященность. Книга Иисуса Навина, 14 глава, с 10 по 15 стих. Можно было бы подумать, что Халев, которому уже 85 лет, теперь успокоится и отойдет от дел, завершив свою 45-летнюю военную карьеру. Но Халев не такой. Он в точности последовал Богу. Стих 14. Безраздельная преданность Халева и в старости проявляется в словах «Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать». Стих 11. Такое послушание от всего сердца напоминает преданность Иисуса Отцу и Своему народу, с которой Он нес Свой крест на Голгофу. Из расхода во все Свои силы вы осознаете, что Иисус силой Духа Святого помогает вам идти вперед и призывает к преданности от всего сердца. Не бывает учеников наполовину, потому что Иисус посвящает им всего себя. Истинная проверка посвященности не страсть, не пыл, а послушание. Где в вашей жизни гнездится непослушание? Исповедуйтесь перед Богом и примите Его благодать. Она укрепит вас и поможет жить в послушании. Молитва Отец Небесный, я полностью отдаю Тебе себя. Чтобы получить всего Тебя, пожалуйста, испытай мое сердце и покажи, где в нем есть компромиссы. Обличи меня и приведи к покаянию. Молюсь, чтобы Дух Твой наставлял меня на путь послушания. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok